На прошлой неделе ОККО и Матч договорились о проведении совместных трансляций английской премьер-лиги. Поэтому у вас теперь нет нужды смотреть российский чемпионат. Но для тех, кто несмотря ни на что все-таки планирует посмотреть 12-й тур, ловите его обзор. Уфа Ахмат. Перед этим матчем Ахмат остался без Рашида Рахимова. Ты кто такой? Давай до свидания. И Ахмат возглавил бывший тренер женской сборной. Это значит, что в команде уже два человека, которые разбираются в девочках. Оренбург Динамо. Оренбург уже смог уволить тренера Спартака. Возможно, в этом матче повезет и фанатам Динамо. Рубин Тамбов. Казанский Рубин и Саранский Тамбов. В Тамбове есть несколько хороших исполнителей, но больше всего исполняет их тренер. У вас семь червей пришло сегодня. Самый веселый тренер везет свою команду в Казань. Приезд Тамбова на матч будет выглядеть примерно так. Сочи Крылья Советов. Дела у Сочи явно пошли в гору. Ребята выиграли два последних матча, а тут еще и Крылья Советов. Изи катка. Мы поняли, у Сочи тактика 2014 года. Очень долго готовятся, а потом получается огонь. Кстати, в 2014 тоже не обошлось без Газпрома. Локомотив Арсенал. У Локомотива травмировался Смолов. У Арсенала тоже потери. В команде давно уволился фотограф. Иначе чем объяснить, что по запросу футболиста Арсенала размещены фотокарточки футболистов из их старых клубов. Ну а в матче мы увидим, что Максим Беляев доказал Черчесову такого, что не может доказать Чалов. ЦСКА Ростов. В пионер отряд Гончаренко сыграет с мальчишами-плохишами Карпина. Алкаши играют с детьми. Посмотрим, чем старички из Ростова удивят молодежь ЦСКА. Краснодар-Спартак. Дерби бывших команд Олега Георгиевича Кононова. Быки против спартаковской стеночки. Владелец, которого все обожают, против владельца, которого все ненавидят. Ну и в конце совет для всех тех, кто не купил подписку на матч премьер. Молодцы, поступайте так и дальше. И да, кажется мы опять забыли про какую-то команду. А у нас на Урале все те же ветра, тот же воздух и те же морозы. Тот же снег, тот же лед, будто из серебра и замерзшие на прочь березы.